Я не буду без вас петь. Не будешь без нас петь, отлично. Павел Лосенков, Дмитрий Рыкалов, ведущий автор чемпионата. Обязательно читайте вот замечательные заметки. Дарья Миронова, лучший человек в российском хоккее, тем более сегодня, потому что впервые за 20 лет сборная России вышла в финал. Потому что я здесь! И обеспечила себе минимум серебро, нам будем верить, что это золото. Вот если шутить или нет на эту тему, но действительно сборная не проигрывает с тех пор, как всегда прилетела. Потому что прилетела после матча со Словаками. Я буквально коротко закончу нашу тему, которая проходит всей красной линией через эти видео. Потому что мы собираем до сих пор Даши на обратный билет, но уже собрано буквально 95% из 100. Поэтому вы можете смотреть реквизиты внизу, переводить деньги, вам пришлют какие-то подарки. Когда я уже пойду, Даша? Они будут, может быть, даже связаны с золотым финалом. Может быть. Я составы сохраню. Как минимум. И это будут уникальные вещи, так что... Но если эта цифра не будет пробита, значит я пари не проиграл, и это для меня тоже будет неплохо. Значит ты мне и купишь билет. Давайте вернемся к матчу России-Чехи. Что вы об этом думаете, Дмитрий? Я думаю о том, что все суеверия, все вот эта ерунда, которую спортсмены обычно любят соблюдать, это просто сегодня доказано, что это полная чушь, то что думали, что форма не та, пытались с чехами меняться, что сегодня лавка была другая. Я, подожди, я уточню, вот эта шняга про то, что за 100 евро кто-то хотел купить форму, это же ерунда, это не может быть такого. По-моему, вообще, как я понял сегодня по разговорам, это был чуть ли не какой-то из журналистов русских, который предлагал 100 евро, да, я тоже считаю, что... Не знаю. Наверное, тем лидеру чешскому или кому-то из чехов. Не знаю. Действительно, это какая-то, опять же, раздутая с нуля чехами, мне кажется, история, да, они вообще пытались подогреть такой интерес, разжечь. Ну, мы все-таки проще относились к этому матчу с чехами, да, конечно, вспоминали там Нагана, но когда это было 20 лет назад. Так что, я хочу сказать о том, что действительно, сегодня были сильнее чехов в игре и не смотрели ни на какие формы, ни на какие лавки, ни на что такое, так что... Я вообще полу-голая сижу. А мы видят, восстанавливаем. Даш, давай, расскажи, что ты думаешь об этой игре. Классная игра, я хочу поздравить. Даша, раскрепостись. Я хочу поздравить с ухарями Кошечкина, Сорокина и Шестеркина. Они же одна команда, и они должны быть вместе. А защитников, с Днем Защитника Отечества не хочешь поздравить? С Защитники. Вас, с Днем Защитника. Но они меня не поздравляли с Днем Влюбленных. Плюс... Ты влюбленная? Да, конечно. В России Чихотея, да? Не, на самом деле, я скажу, что сегодня хоккей был, ну, как по мне, ужасный. Особенно первый период. Вот, что, если говорить о качестве хоккея, если не говорить о том, что мы победили, да, мы в финале, но качество хоккей было отвратительным, низкий темп, практически ветеранский. И вот эти всплески, которые были там, Датсук, по сути, сам сделал, да, игру, сам сделал результат. А призыв как старался. И, конечно, совсем такой нелогичный и совершенно такой гол Гаврикова, да, то есть Телегин, вот этот робот Никитина, да, солдат квартального ранее, да, он подкидочку делает, как будто он Датсук. А Гавриков завершает атаку, будто это не Домосед, который там забивает раз в год, да, а это, будто там Войнов, да, или Эрик Карлсон. Меня, конечно, второй гол очень удивил. Ну, во-первых, в первом, кстати, нечего удивляться, да, там Датсук в группе Дачи делает Гусев тоже мастер. Ты назвал Датсука батей. Да. Батя в здании. Батя в здании, абсолютно, и мне кажется, что он очень гладостно влияет и на капризовый, на Гусева. Я думаю, что вот уедут парни в НХЛ через пару лет, и Гусев, и Капризов, и Будут, там рассказывают, что они играли на Олимпиаде с Датсуком, и он им угадал, и, я думаю, в плане житейском тоже. Капризов говорит, вот когда мне было 20 лет своим внукам, я играл на Олимпиаде с Датсуком и Гусевым. Ну, теоретически Датсук мог бы быть отцом Капризова, если по возрасту посмотреть, вполне себе. С Гусевым, конечно, это слишком теоретически. Я видел отца Капризова, это не Датсук. Мы видели, кстати, вот как раз в первом перерыве шли, я с ним поздоровался, там, с агентом Дэном Вильштейном, замечательным, который прилетел в Корею, и рядом с ним стал отец Капризовый, это было не Датсук. А, я не знала. Расскажи, ты встретил кого-то там в перерыве, да? Ребята были, кто там шел, Шипачев, Игорь Шестеркин, они были тоже заряжены на борьбу, несмотря на то, что они не в составе, они тоже были настроены на победу. Да, я много инсайдов узнала, шутка, ничего я не узнала, на самом деле мы еще встретили Алексея Анисина. Ой, Анисимова. Анисин у нас просто голова. Анисин, да, я никак не могу забыть его песни, вчера тоже пыталась их перебить. Не, ну много-ка устретил. А если бы про судейство что-нибудь сказал, на это очкаюсь? Нет, он подмигнул. Судейство отвратительно. С женским хоккейом мы поняли, женский хоккей уже с мужском кармин. С мужском? Ну вот если бы сегодня ситуация, когда пересматривали в шайбу мужской кармин, лавка КЛ, то нафиг бы отменили гол. Ты так умеешь? Да. Мне кажется, там... Ты знаешь, как дрессируют там все время, митинги проводят, да. Да, проводят митинги и что-то сказать на самом деле. Вот я освещаю зимние олимпиады, четвертая у меня зимняя олимпиада, я никогда не видел медали у наших хоккеистов. Я работал. Да, на медальный отдел? Вот именно. Я работал в Турине, и там не было медали, там был позор. Я работал в Анкури, там не было медали, там был позор. Я работал в Сочи, там не было медали, там был позор, и там был я. Мне казалось, что там и я, там позор. А будет ли поражение в финале позором? Нет. Для меня медаль – это медаль. Но все будет зависеть от сценария, понимаешь? Если они проиграют немцам, я напишу, что это позор. Если проиграют канадцев, как? Там 0-3, 0-5, все, может, разный сценарий. Немцам таким проиграть. Не обижайте моих немцев, вы хорошие ребята. На самом деле, я вот в своей колонке писал о том, что очень тяжелая ситуация для сборной России, что кроме золота не примут никакой награды. Ты, конечно, говоришь про медаль, но у нас такое ощущение, что медаль последних чемпионатов мира, они больше для чиновников. То, что у нас есть медаль, значит, все хорошо, работаем дальше. Но сейчас мы поехали в таком статусе, что мы нагулу или кого-то на полголову выше, и нам нужно выиграть на заказ. Я согласен, то есть это будет медаль примерно такой же, как чемпионат мира 10-го года, когда мы были сильнее, и мы проиграем Чеха в финале, и это серебро было воспринято вот так. Плохо! Да, да, да. Ну, давайте не будем думать о плохом. Как сегодня Медведева из Агитова, как будто по серебру это плохая медаль. И все начали, ооо, Медведева больше заслужила. Давайте ценить вообще, что у нас две девочки суперские. Кстати, дадим слово Даше, нашему эксперту по фигурному катанию, потому что ее пламенный спич был очень здорово встречен в комментариях к Ютубе. А, да? И ты была же на финале, Анна, все исторически. Медведева против Загиты. И Загита ушатала Медведев. Мне очень жалко, я болел за Женю. А я вчера говорила, Загита, и Медведева, она молодец. Ну, поделись эмоциями. Поделись эмоциями. Ну, у меня ничего не изменилось. В одиночном катании у нас все хорошо, и смотрится-то это тоже хорошо. И по телеку, и вживую. И, конечно, парная. Я как раз сегодня предлагала мужикам. Давайте, допустим, мне получилось у девочки в одиночном. Вы ходите в хоккей. Надо идти в парное фигурное катание. Там огромная конкуренция. Давайте хоккей. Кстати, Загитова, наверное, вполне могла оказаться и в женском хоккее, потому что у нее отец тренер, ранний игрок. Он далекие 94 матча сыграл за Омский авангард. Когда он, правда, еще не был таким грандом. И сейчас тренирует Ишсталь. Играл в последние годы карьеры у Андрея Разина в Ижевске. Так что у него, по-моему, обе дочери занимаются фигурным катанием. Но кто знает, если бы тогда женский хоккей был гораздо чуть больше, возможно, он дал бы не фигурное катание в женский хоккей. Алина, это вас пить в Сомске в хоккее. А еще, вы, наверное, хотите знать, а что теперь делают американские хоккеисты? Они не улетели, потому что зачем менять билеты? Павел, я вчера всех встретил в баре. А ты откуда знаешь, что я их встретил? Я тебе не рассказывал. А меня вчера в баре тоже... Узнали? Нет, во мне узнали игрока сборной России. Да, игрока сборной России. Я сказал, что я русский хоккейный журналист. Они, наверное, не так услышали. И сочувствовали мне, что я сломан рукой здесь и не могу играть, и травмированный, да. И сказали, респект вам за победу над Норвегией, будем болеть за вас с чехами. Ну, то есть я представляю практически сборную России. Если будет финал России-Канада, я, наверное, трудно верить, что будет финал России-Германии. Или, возможно, если будет? Ну, я думаю... То одна я в это верила, помимо, естественно, сборной Германии. Сборной Германии, для меня, честно говоря, загадка до сих пор. Потому что ты не работал на чемпионате мира. Я вот только что, я говорю, пресс-сташа встретила. У меня сразу узнала, мы через стекло друг друга увидели. Он такой, сразу вот от русского мужика такого не дождешься. Кроме вас, конечно, вы молодцы. Я, в общем, говорю, вот я в пресс-центр прихожу, и вообще ничего хорошего, никаких комплиментов еще иногда бывает. Вот кто-то очки мои украл. А этот, Алекс, сразу такой, ой, ты выглядишь еще лучше, чем раньше. Вот, точно. А кто там пишет, что я плохо выгляжу? Вон, мужик меня видел, когда я работала, вся такая была расфуфыренная. Я сейчас не расфуфыренная, и он говорит, я лучше выгляжу. Поэтому Германии даже очень нравится. Я тоже говорил, когда слишком много косметики, это плохо, поменьше косметики. Вот, да. С нами младенца, вы были здесь какие-то, ну? Да, и давайте мы тогда закруглим беседу так, что я спрошу, финал России-Канада. Понимаешь, это очень классный постер. Вот сейчас тут ходят, чехи распространяют постер своего фильма «Нагана», да, 20 лет спустя. Они сделали из него действительно глянцевую обложку, в прямом смысле этого слова. Сняли кино. Будет ли снято кино об этой Олимпиаде, если Россия выиграет у Канады в финале, об этом интригующем сюжете, там борьба против допинга, сил, зла, всего остального. И если это будет, опять же, золотая медаль, это будет ли новая легенда на версинации, движение вверх, почему нет? Это не в БЭП, когда выиграете, не в Средний Просбик. Я думаю, нет, потому что это не наша вина, что они приехали сюда. Они сами остались у себя в МХЛ и пускай там. Давайте посмотрим, по каким сюжетам снимаются фильмы, да, когда «Андердог» побеждает фавориты, когда мы играли с канадцами, да, как канадцами родоначальники хоккей, я про «Легенду-17» говорю, фильм, да, это одно. Когда мы против баскетболистов из Америки играем, да, это тоже, это, можно сказать, родоначальники баскетбола. И когда получается так, что, ну, опять же, «Нагана», чехи все-таки не были фаворитами, не были фаворитами в матче с Россией в 98-м году. Здесь все-таки мы фавориты, мы те, кто должны брать свое. А когда фаворит берет свое, все-таки это не такая красивая история. Это для нас будет очень ценная медаль, конечно, и каждый, и, кстати, думаю об этом и поражает, что Илья Коблуков или, не знаю, Егора Яковлева будут олимпийскими чемпионами, а Евгений Малкин и Александр Речкин нет. Это, конечно, в голове пока не укладывается, но дай бог, чтобы… А ты, кстати, извинишься за Коблукова, если он станет родительщиками? Ну, опять же, я говорил об этом уже и писал, что я не в Укоре Илье писал это, а в том, что принципы формирования все-таки состава все-таки на месте Коблукова могут быть более разнообразные игроки, мы могли бы крутить, вертеть звенья. Была бы команда гибче, и есть игроки у нас в стране, которые более разносторонние и более, наверное, мастеровитые. А тут сыграл фактор того, что, во-первых, здоровых таких игроков любит, а во-вторых, он из правильного Кобла. У нас это перевод, как он называется? Сурда. Вот. Здесь сегодня так. Завершая наше видео, пока я иду выключать кнопку, эпиграф от Дарьи, девиз от Дарьи на этот вечер и на финал. Хандехок! Думаешь, Германия все-таки в финале? Да! Нет, нет, какая разница, хоккей вперед! У-у-у!